Всем привет, мои хорошие! С вами Геймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это видео я должна снять просто со скоростью света, потому что мне через буквально 20 минут нужно выходить из дома. Потому что мы должны встретиться с моей подругой. Я еще снимаю влог, который обязательно будет. Получился он очень интересным. Ой. Блогу к новому году очень красиво украсили. И я решила, что надо снимать не только дома, но и еще в городе тоже. Вчера у нас были роллы, и по идее сегодня не должно было быть. Опять роллы. Я заказывала это все у одной доставки. И после того, как я сделала заказ, я обнаружила, что у них есть такие интересные вот эти вот маленькие роллы. Они на фотке смотрелись вообще нереально. Интересно. Я решила взять. Я, если честно, даже не думала, что они будут настолько маленькими. Решила опять снять роллы. Сегодня встала поздно. Хотя поставила аж 4 будильника. Но, несмотря на это, столько всего я успела. Целый день еще не снимаю влог. Смонтировала видео. Сделала себе ногти. Искупалась. Сделала мейк. Убралась дома. Я просто туда-сюда, туда-сюда бегаю. Я вот вам говорю, я из разряда людей. Чем меньше времени, тем больше я успеваю. В процессе того, как делала ногти, посмотрела... Ой, господи, влог. Одного блогера. Вдохновилась. Как же это вкусно. Вот, ребят, если я каждый день буду кушать роллы, поверьте мне, мне не надоест. Вот такие маленькие я вижу впервые. Обожаю имбирь. Буквально полчаса назад звонит мой брат. И говорит, мне скучно. Говорит, поболтай со мной. Ну, я говорю, братик, любимый мой, родненький. У меня минуты свободного времени нет. У меня попу почесать некогда. Я говорю, о чем ты говоришь, дорогой? Брат смотрит все мои видео. Это очень приятно. Кроме влогов. Вот влоги он не смотрит, ему это не интересно. Мне в последнее время прям каждый день хочется снимать влог. Что я делаю? Куда я хожу? Ну, исключаю какие-то рабочие моменты. Потому что снимая там, на работе, я могу сказать что-то не то. То, что, например, нельзя говорить. Или покажу какие-то документы. Например, буду снимать свою палетку. Синей, а там какие-то документы. И так далее. Поэтому на работе я особо не снимаю. Хотя, есть люди, которые до сих пор мне пишут. Айка, ты обещала влог о работе. Где он? Ребят, он уже давным-давно на канале. Я как обещала, так и сняла. Но потом, когда мы с братом пересматривали. С двоюродным. Это видео. Мы поняли, что очень много недочетов. Надо было поснимать в этом бизнес-центре. Мы там еще пообедали. Эти моменты мы ничего не сняли. А надо было. Просто вкусняши, ребят. Просто вкуснотища. Каждый раз забываю. Люди уже обижаются на меня. Прошу позадавать вопросы. А в конце не отвечаю. Верите в жизнь и в любовь, как у Мирана и Реян. Да, я верю в такую любовь. Она действительно существует. Я считаю, что это правда. Может, рано такое говорить. Но я сейчас очень сильно влюблена. Хотя я про это ничего так особо не рассказываю. Там говорила про новогодние подарки. Все мне спрашивают, а что парню подаришь, например? А что про него не говоришь? Многим почему-то кажется, что у меня какие-то отношения, которые просто перерастут в свадьбу. Но мало кто знает, что я действительно очень сильно влюблена. Я очень счастлива. Я хочу, чтобы все были счастливы. И в такую любовь, как в фильмах, я верю. Я считаю, что есть отношения без корысти, без никаких подводных камней. Вот просто чистая любовь, как в сериалах. Кто-то говорит, что это бывает только в сериалах. Нет, ребят. Это бывает и в жизни. На мой взгляд, самое главное, чтобы любил мужчина. Вот если вы даже будете со всей душой к нему относиться, все будет просто супер, но он не будет по уши в вас влюблен, то ничего не получится. Вот если выбирать между двумя вариантами, либо люблю я, либо любят меня, я бы выбрала, чтобы любили меня. Как ты училась в университете? Не супер, я вам так скажу. Я училась так, чтобы, знаете, не срезаться. К нам кто-то стучит. Минуточку. Пришла моя тетя, и если честно, у меня какая-то странная реакция. Наверное, вы так думаете, да? Странная реакция. Я так испугалась, кто-то стучит домой. Ну, если честно, у меня есть один ухажер. Я надеюсь, что он не увидит, но он реально немножко ненормальный. Ой. В общем, позавчера он пришел к нам домой, и в час ночи начал стучать ко мне в дверь. Вот. У него сейчас немножко больная любовь. Он говорит о том, что я влюбился в тебя, смотря на твои видео. Хотя мы с ним даже и не общались, если честно. Самый плохой в том заключается, что он знает, где я живу. И это доставляет массу неудобств для меня. Потому что я объясняю свою позицию, что я не хочу и так далее. Человек реально не понимает. Я, если честно, очень боюсь. Я его считаю немножко странным человеком. Если тебе говорят нет, то ты должен развернуться и уйти на мой взгляд. Вот. И я как бы своему парню сказала, что он поговорил с ним. Хотя долгое время я от него это скрывала. Не знаю почему. Я просто не хотела, знаете, сталкивать лобами двух мужчин. Тем более, один из них, он связан с моей семьей. Звонил мне на дню, наверное, раз в 70. Я вот реально не преувеличу. Раз в 70 звонил. А я кинула номер в блок. Он мне звонил с других номеров. В общем, поэтому у меня такая реакция, когда кто-то стучит в дверь. У меня все, я сразу начинаю бояться, кто это, что это. Это просто пришла моя Биби, моя тетя. Вот. Теперь получается, я просто так не могу уйти. Мне немножко надо еще с ней посидеть. Еще у моей подруги, у нее была днюха. Я ей приготовила подарочек, который я ей подарю. Она никак не отмечала день рождения. Но один факт, что у нее был день рождения, мне кажется, надо ее поздравить обязательно. Огромный ролл, просто как два. Работа твоей мечты. Я не понимаю людей, которые идут на работу и всегда ноют. Ой, у меня такая отвратительная работа, она такая сложная. Меня так доставили наши клиенты. Я всю жизнь, сколько я не работаю. А работаю я год, когда училась в университете. И год, после того, как я закончила университет. Вот и вся моя история работы. Мне всегда нравилась моя работа. Везде есть свои плюсы и минусы. Но... Самое главное, нужно любить свою работу. Это обязательно. Я просто не успеваю, ребят. Нужно еще посидеть с тетей, поболтать. Как-то некрасиво получается. Она только пришла, а я сразу ее оставляю и ухожу. Пойду минут 10 посижу с ней, поболтаю. Потом уже беру вас с собой. Будет обязательно влог. И мы идем видеться с моей подругой. Спасибо вам огромное, что посидели и покушали вместе со мной. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok